В следующем году в Петропавловске начнут лечить наркозависимых людей по новой экспериментальной методике. Будет использоваться заместительная метадоновая терапия, которая уже хорошо себя зарекомендовала. Она остановила распространение ВИЧ в некоторых областях Казахстана. А с какой целью ее планируют внедрять в нашей области, узнавала Ольга Загоруйко. На этих стеллажах карточки тех, кто уже избавился от наркотической зависимости. Здесь истории людей разных не только по возрасту, но и по профессии. Грузчики, строители, есть даже школьники, которые подсели на героин. Некоторые из них начинались на свая. Он не только вызывает привыкание, но и приводит к раку губы, говорят врачи. На свая, да, это не наркотическое вещество, оно пока не включено в реестр наркотиков. Но, однако, имеются сведения, это проверенные данные, что помимо того, что там содержится табак, добавляют наркотическое вещество группы канабиноидов, то есть канапля. А она точно так же вызывает пристрастие. Этому архиву 25 лет. Именно столько здесь работает Елена Смагина, врач-нарколог. Каждый год на полку ставят новые карточки, толщина которых зависит от желания наркозависимых выздороветь. Тех, кто отказаться от инъекционных галлюциногенных средств не может, уже в следующем году будут лечить по новой методике – метадоном в каплях. Данная программа предусмотрена для пожизненного употребления наркотических веществ. Но с учетом, что метадон не вызывает повышение дозы, так как, скажем, героин или другие производные опийного ряда. Пациенту на протяжении нескольких недель подбирается его специальная доза, на которой он будет находиться постоянно. Кстати, в России метадон запрещен. Следует учитывать, что метадон тоже является агонистом наркотического вещества опиоидного ряда. И поэтому у многих отношение разное к этому проекту. Но следует учитывать, что первый регион, который поддержал вот этот пилотный проект и эту программу, когда у них была вспышка ВИЧ-инфекции, это Павлодарская область. Потому что те потребители инъекционных наркотиков, которые отказались от внутривенного введения, уберегли себя от заражения ВИЧ-инфекцией. В этом году выявили около 70 человек, которые впервые попробовали наркотики. В основном это героин и марихуана. Количество наркозависимых в области стабилизировалось. На учете стоит 762 человека. Это на 20 меньше, чем в прошлом году. Выздоровевших нет. Есть только те, кто воздерживается от употребления наркотиков. Удолось продержаться 5 лет и снимают с учета. Ольга Загоруйко, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Новости МТР. Новости МТР. Продолжение следует...